Доброго времени суток, YouTube! Сегодняшнее видео болтологического характера. Это было предложение эстафета снять видео на определенную тему. Итак, давайте приступим. Общаетесь ли вы со своей первой любовью? Напрямую мы сейчас не общаемся, мы живем в разных странах, но мы являемся френдами в социальных сетях, в одной из социальных сетей, и периодически он заходит ко мне на страничку, ну и я, соответственно, слежу за его жизнью. Какой был твой первый алкогольный напиток? Шампанское, по-моему, лет в 12 я попробовала. Какая была твоя первая работа? Первая работа. Редиску собирала на поле. После 6 класса мы поехали в трудовой лагерь. Так звучит трудовой лагерь, вообще ужас, да? Это было, по-моему, на 10 дней, и мы жили всем классом, да, с девчонками, мальчишки с мальчишками там жили. У нас был руководитель наш классный с нами. И мы с утра до обеда собирали редиску, даже норма какая-то была, которую я вообще никак не могла выполнить, потому что она какая-то вся сплошь мелкая была. И один день у нас или пара дней было, нужно было собирать рассаду на капусту. То есть мы ее должны были собирать, и потом ее уже на другое поле рассаживали с помощью машин специальных. Так, да, кстати, я за нее получила что-то там, не помню сколько, но денег, короче, заплатили, да. Какая была твоя первая машина? Машина, то, что я водила, ну, пока училась в автошколе, у меня была, по-моему, Ниссан Санни, и вторая на коробке, не помню, не могу вспомнить, но старая, убитая, вообще ужас там, сцепление просто отваливалось. Потом уже постоянно села я на Митсубиси Эйртрек, это тот год, когда я родила ребенка, муж купил машину, поменял. У нас была до этого Тойота Карина, но я не могла водить автомат, вернее, не могла водить коробку, потому что во Владивостоке в горку, на коробке очень тяжело, потому что если вы в пробке где-то стоите, то это постоянное переключение, откаты назад, и не дай бог там кто-то близко подъехал, но это все, это, да, чревато, это столько нервов, если ты, нет такого достаточного навыка. Значит, Митсубиси Эйртрек, это Аутлендер, он был праворульным, потом вторая машина уже была, мы поменяли, это Паджеро, это уже левый руль, и сейчас я езжу на Тойота Королла Аксио, тоже праворулька она, но все уже они были все на автомате, то есть я уже привыкла водить автомат. Кто был первый человек, который тебе сегодня написал? Приятельница моя была, Вера, по WhatsApp, она мне сбросила, что там, какие-то фотографии, ну, что-то приятное такое или веселое, что-то такое было. Кто был первый человек, о котором ты сегодня подумала? Подумала я первым делом о своем сынишке, потому что я проснулась и услышала, как он смеется во сне. Кто была твоя первая учительница? Моя первая учительница, ее звали Левтина Николаевна Рыбакова, преподавала она в школе номер 16 города Вольска, Саратовской области. Там я ходила, училась в этой школе, я с первого по пятый класс, потом мы переехали в Самару. Кто учится в городе Вольске, кто является моими прямыми земляками, всем большой привет вам передаю. Вообще замечательная школа, очень сильная школа, подготовка там была на очень хорошем, высоком уровне, ну, по крайней мере, в те годы, когда я там училась, потому что, переехав в другой город, я поняла, что уровень знаний-то у меня очень-очень, да, багаж знаний очень хороший. Когда вы первый раз полетели на самолете? О, мне года три, наверное, было. Это из Саратова в Сочи, на летние каникулы, ну, то есть родители в отпуск, меня, соответственно, взяли с собой. Честно говоря, я плохо помню все эти полеты первые, да, просто помню хорошо, что у меня закладывало уши, они жутко болели, я терпела, плакала, но терпела. Ну, разными вариантами пытались, да, снизить вот это вот давление. Сейчас, конечно, все с этим гораздо проще, сейчас уже на это не обращать внимания, а тогда я, конечно, сидела, у меня слезы текли, наверное, я сидела вот так вот, просто зажав уши руками. И хотела скорее, чтобы мы быстрее и быстрее сели. Кто был твой первый лучший друг? Первый лучший друг – это Иришка Нагайчук. Очень мы так хорошо дружили, познакомились мы, когда нам было лет по пять. Вместе ходили в детский сад, а потом в школу в один класс. Где ты первый раз осталась на ночь? Ну, если брать в общем смысле, кроме родительского дома, первый раз я осталась на ночь у бабушки, которая была моей няней, помогала родителям меня воспитывать, наверное, у неё. По-моему, у неё я первый раз осталась на ночь. Семь ты сегодня первый раз поговорила. Поговорила я сегодня первый раз с котом. Потом, получается, если животных не считать, то с ребёнком он прибежал утром ко мне в кровать обниматься. На чьей свадьбе ты была в первый раз? Свадьба была моей подружки. Это уже было в Самаре. Третий курс университета, как сейчас помню. На мне была офигительная красная юбка, которая при малейшем... Такая юбка солнца, она ещё короткая была, пышная такая. Мне сшили её, и на мне был белый атласный такой корсет на бретельках и какая-то умопомрачительная прическа. Это вот я помню, как сейчас. То есть мне накрутили прическу вообще не по возрасту. Я пошла в парикмахерскую, у меня из длинных волос такое, такое, знаете, на голове, такое... Создали. Вот. Было очень весело. На самом деле была такая хорошая студенческая свадьба. Мы повеселились просто на славу. Какой была первая вещь, что ты сделала сегодня утром? Сегодня утром я перевела часы на своём телефоне, потому что сегодня наш регион переводит часы на час назад. Вечером я вчера этого не сделала. Автоматом перевод времени у меня не стоит, потому что мы больше их переводить не будем, поэтому я утром сегодня встала и перевела часы на час назад. Какой был первый концерт, на который ты пошла? Я помню этот свой первый концерт. Группа Электроклуб, это который Салтыков, Виктор Салтыков, все вы его знаете, те кони в яблоках, кони смелые, там-трам-пам-пам. В общем, это он. И в этой же группе тогда ещё пела Ирина Аллегрова. У меня даже, кстати, где-то полароидовская фотка лежит с этого концерта. То есть, всё было просто идеально. Огромный зал, огромный стадион. И, по-моему, это была осень, да, точно осень. Много народу было очень весело. Мы и слушали, и пританцовывали в проходах. Потом было ещё много разных концертов. Любимые всякие группы 90-х годов. Это и Кармен, и на Киркорова мы сходили, помню. И на Машу Распутину я была. Что-то там День города тоже какая-то сборная солянка была. Браво группа несколько раз. Ну, в общем, потом пошли уже более серьёзные вещи, типа Наутилуса, типа Сплинов. Ну, что-то такое. Сейчас вот, к сожалению, последний свой концерт, вот на концерт, который я ходила, это была группа The Rasmus. Уж до Владивостока к нам вообще плоховато вот такого плана группы добираются. Но я в таком восторге. Это было в прошлом году, как раз вот ровно год тому назад. В таком восторге. У нас были отличные места. Мы сидели буквально там на четвёртом или пятом ряду, вот очень близко от сцены. Это было просто ссу. Первая сломанная кость... Не была. Первый пирсинг. Он же и последний. Ушки проколола. Первая страна за границей. Германия в 1997 году. Это была практика, студенческая практика. У нас был обмен студентами полтора месяца в Гамбурге. Какой был первый фильм, который ты помнишь? Скорее всего, это была какая-то детская сказка, такой полнометражного варианта, ну, типа Морозка, да, вот из старых таких. Была такая передача в гостях у сказки. Там показывали большие, хорошие, полнометражные детские фильмы. Твоё первое наказание. В углу стояла, точно помню. Первый сосед по комнате. Я не жила в общежитии. У тебя одно желание, чтобы это было. Если бы у меня было одно желание, то я бы его вам точно не рассказала. Вот. Мой первый шеф. Мой первый шеф, это была женщина, Орлова Людмила Михайловна. Мы сейчас с ней напрямую не общаемся. Я с её дочкой дружу также в одной из социальных сетей. Передаём друг другу приветы. Причём настолько вот близко, да, с человеком, ну, настолько вот мы сблизились. Получается так, что она дала толчок. Она мне помогла поверить в себя. Она дала мне такой толчок немножко в жизнь. Она вселила в меня уверенность, которая мне помогает до сих пор. То есть я поверила в свои какие-то личностные качества, которые мне помогают двигать себя, вот продвигать себя вот в этом мире, в карьере в данный момент. И я ей за это безмерно благодарна, потому что таких людей, как она, это нужно ещё повстречать. Строгая, но справедливая, да, умеющая найти в себе и в других такие черты, о которых ты даже сам не подразумеваешь, даже вот не подозреваешь, что у тебя это есть. Ладно, давайте на этом закончим. Всем большое спасибо за внимание. Всего вам самого доброго. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok